МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. О главных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Без права на пересдачу в Чувашии зафиксированы первые нарушения на едином госэкзамене. Осторожный интернет. Как защитить детей от вредной информации в виртуальном пространстве? Опять в центре внимания. Двое сотрудников колонии, с которой недавно сбежал преступник, попались на взятках. Экзамен по русскому языку, который прошел накануне, не обошелся без эксцессов. ЕГЭ сдавали около 7 тысяч человек. Но четверо из них все же решили нарушить правила. Нарушения зафиксированы в школах Урмарского, Янтиковского районов и города Чубаксары. Удаленные с экзамена выпускники смогут пересдать ЕГЭ только на следующий год. Как удалось пронести запрещенные предметы через металлоискатели и охрану, неизвестно. За проведением экзамена следили почти 100 общественных наблюдателей. К сожалению, русский язык показал, что четыре наших выпускника допустили нарушение. Это два выпускника этого года и два из них выпускники прошлых лет. Они, соответственно, уже работа аннулируется и, к сожалению, не получат долгожданные желанные документы образования. Вот это несчастье мы считаем, потому что и поэтому, пользуясь возможностью, я обращаюсь сегодня ко всем родителям, выпускникам этого года. Не делайте таких глупых ошибок. Сегодня в Чебоксарах прошло заседание Межведомственной комиссии по анализу эффективности контрольно-надзорной деятельности органов местного самоуправления. Участники заседания проанализировали итоги проверок органов местного самоуправления в республике, проведенных в первом квартале 2014 года Управлением Роспотребнадзора, Управлением по надзору и контролю в сфере образования. Исполнительный директор Совета муниципальных образований Станислав Николаев в своем выступлении обратил внимание, что в ряде случаев по итогам контрольно-надзорных проверок принимаются неисполнимые административные предписания, акты и судебные решения. Хотя наиболее результативными с точки зрения выявления правонарушений являются плановые проверки. 72% приводили к выявлению нарушений, тогда как при внеплановых проверках нарушения выявлялись только в 52% случаев. Бывает и так, что невыполненные предписания приводят к трагическим случаям. Уже только в 2014 году в республике зарегистрировано 378 пожаров, в которых погибли 48 человек, в том числе 5 детей. По словам Николая Петрова, заместителя начальника главного управления МЧС России по Чувашии, к таким цифрам привело и в состоянии бесконтрольности. Михаил Игнатьев призвал держать на учете каждую асоциальную семью, проводить активные профилактические мероприятия и уделять серьезное внимание страхованию личного имущества. В Чувашии только за 5 месяцев выявлено 7 фактов распространения порнографических файлов, из которых 5 с участием детей. Уже ученики 5-6 классов начали обмениваться друг с другом запрещенной информацией. Проблема безопасности детей в интернете сегодня стоит очень остро. Как ее решить, обсудили представители министерств и ведомств Чувашии на общешкольном родительском собрании. Согласно исследованиям, дети в России начинают впервые выходить в глобальную сеть в возрасте 80 лет. Причем около 80% из них делают это самостоятельно, без контроля взрослых. Да и мобильный интернет у детей в два раза более популярен, чем у старшего поколения. Кроме родителей, обязанности по недопущению распространения информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, возложено на поставщиков интернет-услуг и СМИ. В феврале 2014 года в поисковой системе Google, это пишет родительница, я искала результат недавно прошедшего детского конкурса и обнаружила сайт, при переходе на который я попала на сайт порнографического характера. На данном сайте в тексте сообщения одного из пользователей я нашла упоминание о своем ребенке с набором слов, нецензурного характера и сопровождающей форму фотографии. Решить проблему, установив контент-фильтры на школьных компьютерах не получится, заверяют представители правоохранительных органов. Ребята чаще используют телефоны для выхода в интернет, поэтому мобильные операторы рекомендуют папам и мамам покупать своим детям простые телефоны, без доступа в интернет. А Роскомнадзор советует не выкладывать в сети полную дату рождения, семейное положение и сообщать о текущем местоположении. Столкнувшись с нежелательной информацией, можно позвонить на линию помощи дети онлайн. Звонок по телефону 8 800 250 00 15 бесплатный по всей стране. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Первыми в Республике на традиционный праздник Акадуи собрались в Канажском районе. Старинные красивые обычаи отмечать окончание весенних полевых работ по-прежнему чтут в народе. На праздник в Канажский район приехал и глава Чувашии. Спортивные состязания, народные песни, танцы, ремесла и национальная кухня. Все это можно было увидеть в пятницу на стадионе «Урожай» в деревне Асхва Канажского района. Здесь собрались земледельцы 24 сельских поселений района. Судя по размаху, канажцы в этом году поработали на славу. Теперь остается ждать урожай. В этом году весенние полевые работы в Канажском районе, они начались раньше обычного. 19 числа уже апреля трактора вышли на поля и завершили тоже весенние полевые работы раньше обычного. В 12 мая уже зерновые, зернопобои были посеяны. Уборочная площадь зерновых по сравнению с 2013 годом на 1800 гектаров у нас будет больше. Мы провели смотр полей 27 мая с участием руководителей хозяйств, глав сельских поселений, специалистов. Сходы зерновых и других культур, они дружные, хорошие. Плава Чуваший поблагодарил сельчан за ударный труд. Трактористы, механизаторы и агрономы получили награды. Государственная поддержка агропромышленному комплексу сохранится и в будущем. Это очень важно для отечественных производителей. Государственная поддержка продолжается и все направления они сохранены. На сегодняшний день, если сказать, почти 90 миллионов рублей перевели сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности. Поэтому, несмотря на вступление Российской Федерации в Всемирную Торговую Организацию, могу перед вами доложить, благоприятная среда сохраняется по ценам. Глава Чувашии также сообщил жителям района приятную новость. В 2015 году решено проводить День Республики в Канажском районе. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Накануне Дня защиты детей состоялся большой гала-концерт и награждение победителей республиканских конкурсов и фестивалей детского народного творчества. Марафон детского художественного творчества в рамках Года культуры в Чувашии стартовал еще в феврале этого года. Он объединил между собой сразу несколько конкурсов. «Цветы Чувашии», «Звонкоголосые детства», «Перепелочка», «Здравствуй, мир» и «В краю 100 тысяч вышивок». Отборочные этапы состоялись во всех районах и городах республики. Поражают сами цифры фестиваля. В этой палитре национальных культур принимали участие более 18 тысяч человек. Это полторы тысячи коллективов и целых 100 часов шел концерт лучших коллективов республики. Задачи благородные и великие – во-первых, наши дети должны знать культуру своего народа, должны уметь делиться. Они не просто танцуют, танцуют, поют, занимаются фольклором. Они участвуют в сохранении материального культурного наследия нашей великой родины Чувашии. Фестиваль альтернативных культур «Здоровая нация» уже в который раз заполонил студенческий сквер города Чебоксары. Его организаторами традиционно стали фонд «Чуваши» и администрация московского района города Чебоксары. Сегодня здесь, в студенческом сквере столицы, проходит фестиваль альтернативной культуры «Здоровая нация». Популярный опен-эрн приурочен ко Всемирному дню защиты от табака. Организация досуга безвредных привычек, а также профилактика табакокурения и наркомании – вот главная миссия мероприятия. Фестиваль нужен прежде всего для того, чтобы показать ребятам, что отдыхать можно вовсе не только употребляя алкоголь, табак, просто гуляя без цели, а проводить время с пользой. А любителям рока и рэпа стоит подойти ближе к сцене. Ведь это мероприятие открыли известные молодежные коллективы города и победители прошлых фестивалей. Также свою работу развернули уже ставшие традиционными площадки. Это граффити, брейк-данс, хип-хоп, уличный баскетбол, фитнес-площадка и, конечно же, байкеры. Новинкой этого года стали мастер-классы по здоровому питанию, самовороне и рукопашному бою, а также по занятиям хендмейт и современным танцам. Я веду здоровый образ жизни, но я не вижу тому смысла курить и пить. Вместо этого всего я лучше возьму себе кефир и так далее. Выходят все те же самые деньги. Паркором я занимаюсь весьма давно, уже с подросткового возраста. Мне это очень нравится, это новые знакомства, новое движение. В общем, я люблю паркор. На территории сквера работает автобус здоровья, так что все желающие смело могут измерить объем своих легких и определить их возраст. Там страшно было. А, я не знаю, что там было. Ну, я теперь боялся, думал, что там мне укол будут делать. Это мероприятие, конечно, нужно же нам, чтобы народ знал, народ не пил, не курил, чтобы занимался спортом. Достаточно хорошо отношусь к данному виду спорта, ну, вообще ко всем. Сам спортсмен, не курю, не пью, поддерживаю спорт. Распространение альтернативных видов молодежного отдыха без табака и курения – вот главная задача фестиваля. Ты сторонник здорового образа жизни и хочешь провести свободное время с пользой, тогда у тебя еще есть возможность попасть на фестиваль. Он завершится в 10 часов вечера. Ведь главное – желание, а альтернативу можно найти всегда. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Если на следующей неделе вы увидите военную технику, то не беспокойтесь, это не военные действия, это учение, которое проводит оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями. Управление ФСБ России Почувашии и оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями в первой декаде июня проводит учения на территории города Новочебоксарск, Чебоксарского и Мариинско-Пасадского районов. В ходе отработки поставленных задач будут задействованы военная техника, плавсредства и авиация. Штаб обращается к населению с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, и не препятствовать деятельности правоохранительных органов и специальных служб. Виновными в получении взятки признаны бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности и бывший начальник отряда по воспитательной работе с осужденными третьей исправительной колонии. Это учреждение в последнее время не сходит с новостных лент. Калининским судом Чебоксары вынесены приговоры в отношении двух бывших сотрудников третьей исправительной колонии. За получение взятки в размере 3 и 10 тысяч рублей за пронос мобильных телефонов для осужденных. Эти мобильники предназначались для заключенных, которые отбывали там наказание. При этом каждый из сотрудников колонии обещал пронести по два сотовых телефона. Тем не менее, довести свои преступные действия до конца им не удалось, поскольку они были задержаны с поличным сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Чувашской республике. Следует отметить, что один из сотрудников, который пытался, хотел пронести телефон на территорию колонии, получил взятку прямо на улице в городе Чебоксары, после чего был задержан. А другой взяточник пытался завуалировать получение денег, как в приключенческих фильмах. Он попросил посредника положить деньги в один из ящиков для хранения вещей столичного супермаркета. Затем тот вынес ему ключи. Злоумышленник забрал благополучно деньги, но скрыться от сотрудников УФСИН у него не получилось. Все это происходило в марте 2014 года. Одному из них назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 3 года. Другому назначен штраф в размере 400 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 2 года. Кстати, дела между собой никак не связаны, но оба взяточника работали в третьей колонии, которая не так давно прогремела на всю республику. Оттуда сначала загадочным образом сбежал опасный преступник. Буквально через неделю его поймали. Как оказалось, дезертир действовал в одиночку. Тем не менее, следователи возбудили дело в отношении часового. Предположительно, побег произошел из-за его халатности. Возможно, дисциплинарное наказание понесут и другие сотрудники этой колонии. Сегодня в спорткомплексе Новочебоксарска открылся чемпионат России по женской вольной борьбе. Чувашия всегда славилась успешными выступлениями спортсменок по вольной борьбе на соревнованиях различного уровня. За последние несколько лет у нас выросли победительницы и призеры Всемирной универсиады чемпионатов Европы и первенств России. Эти достижения позволили республике претендовать на то, чтобы принять чемпионат страны. Накануне этого события в Новочебоксарске прошла пресс-конференция. Там побывала и наша съемочная группа. На чемпионат России приехали 110 спортсменок из 22 двух регионов страны. Представительницы Чувашии также будут активно бороться за место на пьедестале. Ведь по итогам соревнований будет сформирована сборная, которая получит шанс представлять Россию на чемпионате мира в Ташкенте. Кроме того, по словам главного тренера сборной страны, определяются возможные участницы Олимпийских игр. Дали тренерам такую возможность, чтобы тренеры могли выбрать на заключительном этапе сильнейших спортсменов. Если они будут сильнее, то они могут перейти в одну и в другую весовую категорию. Сейчас в России девушки все чаще выбирают вольную борьбу. В июле на базе оздоровительного лагеря Чувашии «Белые камни» будет организован Центр развития женской вольной борьбы. Спортсменки с 10 до 14 лет смогут встретиться с ведущими тренерами и представителями сборных. Мы преследуем цель развития и популяризации вольной борьбы среди девушек и женщин в Республике Чувашии. Большие планы и перспективы у женской вольной борьбы в Чувашии. Осенью Республика вновь принимает Кубок России, на который будут приглашены спортсменки из зарубежных команд. А пока следим за чемпионатом России по женской вольной борьбе и поддерживаем спортсменок Чувашии. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика. Получить знания и опыт от московского лектора смогли юристы Чувашии. В Чебоксарах прошел семинар «Риски в арбитражном суде». Арбитражный суд – постоянно действующий официальный государственный орган, который осуществляет правосудие в сфере предпринимательской и экономической деятельности. Он защищает их права и законные интересы, но порой не всегда юристы вовремя и правильно применяют существующую юридическую практику. Кроме того, есть множество рисков, которые могут помешать необходимому исходу дела. Меня пригласила компания «Справочная система юрист» – первая система разъяснения от судей. Она как раз и занимается тем, что помогает юристам искать ответы на сложные вопросы, с которыми они раньше, может быть, не встречались, может быть, встречались, но не так часто. Гости семинара отмечали, что тема достаточно актуальна и опыт приглашенного юриста может пригодиться на практике. Несмотря на загруженность в компании, я немало лет арбитражной практики, тем не менее, пришел, потому что тема актуальна, очень интересна, и тут можно воочию познакомиться с лектором, выслушать его позицию. Сейчас вводится новый порядок подачи документов в суд. Многие юристы отмечают, что без разъяснений сложно сделать это правильно и вовремя. Вопросы рассматриваются, которые для нас очень интересны. Упрощенное производство, судебные расходы, то есть те вопросы, которые непосредственно у нас возникают в ходе нашей работы. И мы считаем, что подобные семинары, они очень дают пользу не только нам, но и, естественно, другим юристам. Семинар, конечно, будет полезен тем, что московские юристы у нас, по крайней мере, впереди планеты все. Я думаю, от них будет интересно перенять какой-то опыт. В арбитражном процессе достаточно много тонкостей. Я думаю, лектор нам донесет многие особенности. Накопилось некоторое количество вопросов, на которые бы я хотел услышать ответ от него. Чтобы успешно защищать интересы компании в суде, необходима юридическая практика, в том числе и практика разных регионов. Как отмечает лектор, такие выезды помогают высшему арбитражному суду привести к единообразию многие факторы и правильно трактовать положение закона. Мы много говорим о преемственности поколений, но редко подтверждаем это на деле. Так быть не должно, считают в открытом акционерном обществе «Ядрин молоко». И собрали у себя на предприятии ветеранов агропромышленного комплекса. Эти люди не часто встречаются вместе. Проработав не один десяток лет в отрасли, они ушли на заслуженный отдых. Но в мыслях ветераны по-прежнему ходят на работу, дают задания, принимают решения. Поэтому нынешнее приглашение на крупнейшие предприятия молочной отрасли республики для них и праздник и честь. Ветераны рады, с удовольствием осматривают производство, слушают пояснения специалистов. Как видите, завод полностью сейчас работает, полностью идут все фасовки, но людей в цехах, видите, нет. Они только стоят на участке, вот там вот сзади есть блок розлива «Кронус», под бутылкой, так называем, полностью автоматизированный по всему церкву расположен. Там стоят люди и стоят люди на финпаках, пакеты производят, потому что стоят, они просто контролируют наличие течи и вес. В их времена было по-другому. Приятно осознавать, что «Ядрин молоко» идет в ногу со временем. Здесь развивают современные технологии, думают о качестве, об экологической упаковке. На глазах их продукция поменялась, еще в лучшую сторону. Это и раньше во всем округе лучшей ядринской продукции не было, как будто бы. Во-первых, она быстро расходилась, небольшие партии пропутали, очень оперативно доставляли. Дешево стояло. Да. Конкуренция в молочном деле жестокая, чуть замешкаешься, и покупатель легко уйдет к другому. Продукция «Ядрин молока» действительно выделяется на общем фоне и вкусовыми качествами, и внешним видом, говорят ветераны. И очень рады, что такой отечественный производитель создает репутацию нашей республики. Марина Рябцева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Очередь в детский сад еще не подошла. Бабушки и дедушки живут далеко, а нужно, чтобы с ребенком кто-то сидел. И желательно играл, рисовал. Или того лучше научил писать, читать и танцевать. Теперь для чебоксарцев это вполне реально. В городе появилась отличная замена Мэри Поппинс, Центр развития ребенка Светлячок. Сюжет об этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. И удачных вам выходных. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Летающие столы, сладости, люди-великаны и клоуны. Дети наверняка подумали, что попали в сказку. Но на самом деле в эту самую сказку попали родители. Теперь можно не беспокоиться, к примеру, о том, с кем оставить ребенка на пару часов. Или как подготовить любимое чадо к школе. В Чебоксарах открылся Центр интенсивного развития Светлячок. Центр интенсивного развития. Что это такое? Это когда детеныша могут привезти в 7 месяцев и в 11 лет забрать. Но это я шучу, конечно. То есть у нас есть такие курсы вместе с мамой в 7 месяцев. Дальше группа кратковременного пребывания с полутора лет до трех. Чем интересны мы? Тем, что мы работаем весь день. То есть на 3 часа в течение дня можно по записи оставить ребенка. И с ним будут заниматься. А это не просто будет уход и присмотр. Кроме групп кратковременного пребывания, интеллектуального развития и комплексной подготовки к школе, здесь действуют танцевальная, вокальная, художественная студии. Уши театральному мастерству, шахматам и многому другому. Впрочем, Светлячок – это центр развития в понимании мам, папы и педагогов. Для детей это скорее центр развлечений. Взрослые с ноткой зависти говорили, если бы такие учреждения были в нашем детстве, мы бы из них, наверное, не вылезали. А вот еще один центр притяжения детского внимания – комната «Лего». Здесь ребенок будет не просто играть с любимым конструктором, но и незаметно для себя учиться конструированию. Детям точно очень понравилось. Они отсюда долго у нас не уйдут. И нам понравилось, потому что первое заведение в городе, где есть «Лего», а «Лего» любят все. Это просто писк моды современной детской. Очень хорошо, очень светло и просторно, очень много игрушек. Очень нравится, хочется остаться и никуда не уходить. Все нравится, Тонь. Еще до открытия на занятия записалось около полусотни человек. Места еще есть. Впрочем, руководитель центра пообещала, если все желающие в этот центр не поместятся, то откроют еще один. А может быть и не один. Спасибо. Спасибо. Спасибо.